Профессор Александр Аутко выращиванием арбузов в нашей стране занимается уже около 10 лет. Говорит, в Малорицком районе, благодаря его стараниям и умениям, это лакомство уже растет как грибы после дождя. В этом году под руководством Александра Аутко студенты аграрного вуза впервые вырастили экспериментальный урожай арбузов в Гродно. Качество белорусского арбуза намного превышает завезенный. Вот мы сейчас в этом году, в очень неблагоприятном году, содержание сахара от 11 до 13 процентов. Это намного выше, чем завезенный из других республик. А содержание нитратов где-то в 6-15 раз ниже, чем предельно допустимые концентрации. На Гроднищине, говорит Александр Аутко, для арбузов вполне подходящий климат. Главное – правильная технология выращивания и оборудования. К слову, таких специализированных машин, которые есть на вооружении в аграрном университете, нет во всем мире. Например, этот универсальный агрегат одновременно может выполнять более 10 операций. Нарезает грядки, локально вносит биопрепараты, осуществляет уход за посевом, пропалывает сорняки и многое другое. Поэтому с каждым годом производство бахчевых здесь планируют только наращивать. Несмотря на то, что в этом году отечественная полосатая ягода дважды попала под удар сильного урагана, она выжила и дала неплохой урожай. При этом отечественный арбуз отличается рядом преимуществ. По вкусу и качеству он даст фору любым зарубежным аналогам. Если выдержать все технологические параметры, все уровни технологий, которые сегодня разработаны применительно в Беларуси, то ежегодно можно получать стабильный урожай этой культуры, как на дачных приусадебных участках, так и в промышленном бахчеводстве. А еще арбуз из Гродненских полей отличается особой чистотой – ни нитратов, ни пестицидов. Он сочный, а в хороший сезон, уверяет Александра Утка, плоды на этом поле с легкостью достигнут веса от 10 до 15 килограммов. К слову, технологию выращивания этой ягоды в секрете не держат и готовы поделиться с каждым желающим. Мы разработали технологию возделывания арбуза и дыни на приусадебных и фермерских участках. Эта технология будет представлена на международной выставке Евро-регион Неман, а также в рамках проведения праздника города 23 числа этого года. Первый урожай гродненских арбузов достанется учителям и студентам. Из более 10 сортов, которые были посажены на этом поле, наилучшим образом проявили себя «Триумф» и «Кар» и «Рамзан». И вполне возможно, что уже совсем скоро плод с сочной мякотью в Гродно будут собирать не только студенты, но и фермеры, и обычные дачники. Алла Нычко, Дмитрий Пастернак, Новости, Гродно+.